Сегодня вашему вниманию предлагается пирог с капустой. Очень вкусный, простой в приготовлении, можно использовать и в пост, и в праздники, и в будни. Для приготовления пирога мы возьмем один стакан теплой воды. Поместим его в достаточно просторную емкость, чтобы тесто могло свободно подходить. Добавим в теплую воду полторы чайные ложки сухих дрожжей, столовую ложку сахара и немного соли. Все это перемешаем и оставим на какое-то время, чтобы оно немножко подошло. Начинаем добавлять муку. Муку просеиваем, добавляем постепенно, ровно столько, сколько тесто возьмет. Оно должно быть мягкое, эластичное. Мы уже говорили как-то с вами о пирогах и знаем, что пирог это достаточно интернациональное блюдо. Но, тем не менее, есть основания полагать, что пироги первыми начали изготавливать древние греки. Хотя что-то наподобие пирога ученые находили и в гробницах фараонов. Так, например, в гробнице фараона Рамзеса II. А вот в кулинарных книгах рецепты пирогов появляются только с шестнадцатого века. Вы видите, мы замешиваем постепенно тесто. Продолжая добавлять просеянную муку. Пироги изначально были абсолютно закрыты полностью. И считалось, что внешняя корка, оболочка, она запекалась до такой степени, что реально невозможно было ее употреблять. Сегодня мы видим, что рецепты пирога изменились и мы употребляем его полностью. И порой мы видим, насколько красиво украшаются пироги. И именно вот сверху внешняя корка, она привлекает наше внимание. Добавляем уже практически готовое тесто немного, ну где-то столовую ложку растительного масла. С тем, чтобы тесто было пышнее, лучше подошло. Вы видите, что в тесте нет никаких таких ингредиентов, которые нельзя было бы употреблять, предположим, в пост. Доступен каждой хозяйке. И я думаю, что такое тесто доступно практически в любое время. Тесто уже мягкое, такое пышное рукой, чувствую. И я думаю, что можно его уже отставлять для того, чтобы оно подходило. Пока тесто будет подходить, мы займемся начинкой. Для начинки мне потребуется капуста, морковь, лук, томатная паста, растительное масло, соль. Это те продукты, которые нужно будет измельчить. Я измельчаю при помощи капусту, при помощи терки специальной. Можно измельчать и вручную. Также после того, как я измельчила капусту, я приступаю к измельчению и моркови. Тоже я на крупную терочку ее перетираю. И лук нарезаю полукольца. Еще делю несколько раз пополам. Не сильно мелко и не крупно. пассерую морковь с луком в достаточном количестве растительного масла. Пассеруются до такого золотистого цвета. Я не пережариваю, не люблю сильно пережаренный лук. и сюда постепенно начинаю добавлять потом капусту. после добавления капусты все нужно хорошо перемешать. и уже в полученную массу нужно добавить немного томатной пасты смешанной с водой. Мы опять все перемешиваем. поперчим и посолим. Я люблю такое хорошо поперченное содержимое пирога. Это уже на вкус кто как любит. Кто-то еще немного сахара сюда добавляет. Я сахар в начинку не добавляю. Протушивается вы видите уже такой приятный цвет получается капусты у нас. Мы выключаем отставляем в сторону переходим опять к тесту. В это время тесто у нас подошло хорошо и мы берем емкость для приготовления пирога смазав его предварительно растительным маслом выкладываем на дно тесто. Немного теста где-то четвертую часть я оставляю для того чтобы потом сверху немного украсить наш пирог закрыть его. Донышко у нас практически уже выложено. немного добавлю еще тесто и можно сюда начинать выкладывать капусту. Аккуратно равномерно распределяя по тесту вы выложим капусту и мы видим что капусты у нас достаточно много. Я считаю начинки много не бывает. Вот задумалась над тем что раньше корку не ели а ели только то что внутри в основном значит наверное какой-то секрет существует и запекание начинки в закрытом пространстве в закрытой форме наверное возможно оно получается гораздо вкуснее чем мы капусту тушим на сковороде. Выложили мы уже начинку и сверху можно как угодно вот мы делали с ребенком поэтому делали вот такого плана как колбаски и их нарезали получилось что-то у нас такое оригинальное украшение покрывали сверху вот таким вот образом аккуратно берем я воспользовалась мукой чтоб прочнее плотнее чтобы было тесто можно муку вообще не использовать помните в пироге с мясом я вам показывала что во время приготовления уже пирога потом мука не использовалась просто руки смазывались растительным маслом духовку мы ставим 180 200 градусов можно начинаем выпекать пирог когда он подойдет уже можно сверху смазать желтком если пост и соблюдаете можно его не смазывать получился вот такой вот приятный красивый и главное вкусный пирог вот он в разрезе приятного аппетита оставайтесь с нами до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи